Так, ну, пока тут техника еще не совсем готова, я тогда стоя просто скажу, о чем я собираюсь вам сказать. Потому что там будут еще формулы, может быть, не всем это интересно. Значит, на прошлой конгрессе два года назад я подвел итог того, что можно назвать, было, что можно назвать, введением механических размерностей для электродинамических величин. Позже этот метод был распространен и на термодинамические величины. Главным результатом, который я докладывал в тот раз, было ничего, вот слышно меня, да, так лучше, да? Главным результатом было... Нет, пока. Так, ну, давайте-ка... Чего, она не хочет... А, все, понятно. Вперед-назад, да? На что нажимать? Вот это вот переключилось, да? Переключилось. Назад как? Сейчас, секундочку, мы тут посмотрим. Так, назад мне как? На эту нажимать? Нет. Так, а эту? Все, понятно. Все, техника на грани фантастики заработала. Итак, значит, главным результатом было механическое описание электрона. Я сейчас приведу все данные, которые были в тот раз для ссылок. Просто исторически получилось так, что встал вопрос о размерности константы Планка. И когда я понял, что нынешней размерности недостаточно, я задумался о том, а как выглядит вторая константа Планка. А когда я понял, как выглядит вторая константа Планка, я помнил, как выглядит эфир... Ну, я его назвал эфир-1, то есть тот эфир, который лежит в основе всего, что сверху, а сверху будет еще эфир-2 и так далее. Значит, вот эти вещи я и хотел сегодня бы вам доложить. Так, стартуем. Я, повторюсь, постараюсь не задержаться. Итак, вот данные по электрону. Электрон описывается как тор. Частица его описывающая составляет два винтовых движения. Одно винтовое движение совершается по малой окружности тора. Ну, понятно, тор – это бублик, да? Значит, вот по малой окружности тора. А второе – по большой происходит. Вот такое двойное винтовое движение, описывая, задает электрон. 1А – это радиус этого электрона. Это все было. Я просто буду ссылаться на это. Омега-Е – это комбинговская частота электронная. Это частота вращения побольше окружности тора. Меньшая окружность тора имеет в два раза меньший радиус, зато ее частота в два раза больше. Давайте посмотрим. 1С хорошо описывает то, что я сказал. 1Д немножко смазалось. Должно быть. Ню-Е равняется 2 омега-Е, да? Понятно. Вращение, угловая скорость вращения малой окружности в два раза больше, чем большей окружности. И вот константа планка 1Е – это… Ну, то, что вы знаете, к этому мы скоро вернемся. Обращаю ваше внимание на размерность ее. Килограмма метр в квадрате разделить на секунду и радиан. Вот к этой вещи мы вернемся вскоре, а пока продолжим. Это просто как бы напоминание о прошлом. Так, что такое? Ну, я хочу сказать, что из вида электрона сразу мы можем сказать, а чему равен кулон и чему равен ампер. это формула 2, не то я. Значит, 1 кулон – формула 2, 1 ампер – формула 3, 1 фарад – формула 4. Электрическая постоянная формула 5, я на ней остановлюсь чуть подробнее. Килограмм радиан в квадрате разделить на метр в кубе. То есть, это некая плотность массы, ну, скажем, размазанная по квадратному радиану. Опять-таки, о том, что такое квадратный радиан, чуть позже я скажу. Потому что ныне мы под углом понимаем только плоский угол в радианах измеряемый. Ну, или в оборотах, как будет удобнее. Итак, обращаю внимание, 10 в восьмой степени килограмм на кубический метр. Из 4 и 5, в частности, следует, что электрическая ёмкость характеризуется поверхностной плотностью некоторой среды, а взаимодействие электрических зарядов зависит от объёмной плотности этой среды. Во всех формулах 1.5 появляется размерность радиан, свидетельствующая о том, что описывается некоторый вращательный процесс. В современной физике явное недостаточное внимание уделяется вращательному движению, что проявляется и в пренебрежительном отношении к упоминанию вращательной размерности радиан и обороты. С таким положением дел нельзя согласиться. Предположение о том, что в механике все физические величины можно описать тремя основными величинами, ну, я буду говорить в системе Си, килограмм масса, метр длина и секунда времени, основано на древнем метафизическом принципе, согласно которому всякую сущность можно описать тремя переменными. Но угол поворота фактически уже вошел в механику в качестве четвертой основной переменной. Отсутствие угла поворота в формулах, где это надо, существенно затрудняет их понимание. Поэтому в дальнейшем радиан будет появляться всюду, где описывается вращение. На этом пути возник ряд проблем, одну из которых я, пожалуй, сейчас упомяну. В современных физических работах равноправно употребляются две константы. И обе называются константами планка. Одна аж чертой формула 6, другая аж без черты формула 7. Но эти численно разные величины не могут описывать одну и ту же физическую величину, только в том случае, если они зависят еще от одного параметра, компенсирующего их численную разницу. Таким параметром, естественно, становится угол и измеряющие его единицы. Аж и аж чертой описывают одну и ту же физическую величину, только если аж с чертой это описывается 6. Так, здесь нет, да-да. Если мы аж в 6 добавим оборот, добавим оборот, он здесь не нумерован у меня. Значит, давайте посмотрите. Шестая и нумерованная, ненумерованная аж. И седьмая и тоже ненумерованная, ненумерованная аж. Ну да, да, да. Так вот, они могут быть равны только в случае. Посмотрите на формулу последнюю, которую вы видите. 6,56, я не буду дальше. Килограмм и метр в квадрате разделить на секунду оборот, равно 6,56, уже деленное на 2π, килограмм и метр в квадрате на секунду радиан. И мы получаем то, что пишется в формуле 6, 1,05 килограмм и метр в квадрате в радиан. Только в этом случае аж чертой можно быть считаться равной аж без черты. Это как бы мне пришел недавно журнал «Галилеевская электродинамика», где как раз оказывается на эту тему есть большая статья. Ну, об этом ладно. Аж чертой это резульцирование постоянно? Это та же планка, но в размерности. Давайте так. Давайте я проведу, может быть, кто не размышлял на эту тему, может это показаться неким таким глубоким рассуждением на мелком месте. Итак, если мы говорим, там, скажем, 10 метров, то когда мы говорим... Сколько в метре миллиметров? Мы говорим 10 миллионов миллиметров, 10 тысяч миллиметров, то мы говорим про одно и то же, про одну и ту же физическую величину. Так вот, и аж чертой, и аж, это одна и та же физическая величина. Просто одна измеряется в оборотах, а другая в радианах. Из-за этого и разница в двух π. Ну, поглядев на формулу, вы поймёте, значит, откуда это всё берётся. Так вот, я считаю, что вопрос о размерностях – это исключительно важный вопрос, который ныне по разным причинам не до конца разработан, в частности, в вопросах описания вращательного движения. Мы все довольно прилично описываем в рамках ньютоновских идей прямолинейное, движение, но вращательное до сих пор описывается плохо. Так вот, Генеральная Ассамблея по мерам и весам 60-го года квалифицировала единицу Си, радиан, умышленно ставив в стороне вопрос относительно того, как рассматривать плоский угол, как основную или как производную величину. Я упомянул о статье вот в американском журнале, которую я получил. Там вот этому посвящена, вот этому вопросу посвящена просто длинная статья. Поскольку тема у нас сейчас другая, но я не могу обойти этот вопрос. Генеральная Ассамблея умышленно не сказала, что радиан – это основная величина, то есть как метр, секунда, как килограмм. Или это какая-то непонятная. Именно из-за того, что там разгорелась горячая дискуссия. И вопрос до сих пор не нашел ответа. Сегодня я попытаюсь среди прочих дел дать свой ответ на этот вопрос. В этой статье, как и в других работах автора, угол рассматривается как основная величина – вектор в трехмерном пространстве координатных плоскостей. Придется еще пару отступлений, отступительных слов сказать. Ныне нет понятия трехмерного угла. Трехмерное вращение описывается с помощью, ну, так называемых углов Эйлера. То есть с помощью поворота плоского угла. Разложение. Если присмотреться, с помощью поворота плоского угла. Там мы приходим к неким трудностям в углах Эйлера, так называемый замок и так далее, когда мы упираемся и дальше не можем, ну, вращение не происходит. Говорят, что в Кватернионах этот вопрос решается. Я посмотрел, и, в общем, в Кватернионах то же самое. Они вращают некий, так сказать, плоский угол. Значит, идея об этом, она есть в моей книжечке. Я подробно в этой книге ее рассматриваю. Значит, решением для себя я сделал использование плоскостных координат вместо осевых. Итак, вместо осей координат использовать надо плоскостные, ну, тоже координатные плоскости. Я уверен, что все проблемы, связанные с, ну, всякой мистикой квантовой механики, они связаны с тем, что мы не умеем описывать движение в терминах координатных плоскостей. Отсюда идет эта идея о том, что нет траектории. Траектория есть, но она вихревая, она как бы другая по натуре. Это как бы объемная, объемная, объемная траектория. Все это я говорю вам к тому, что вопрос, я этот вопрос не довел до конца математически. Я показал, у меня есть теорема, показывающая, что любой угол в осевом изображении можно изобразить в плоскостном. Но обратное неверно. Много есть плоскостных углов, которые не описать в осевых. Ну, еще подискутируем. Еще подискутируем. Итак, дальше я привожу примеры того, как мы теряем вот это измерение радиан в самых простейших случаях, скажем, описание гармонического колебания, и теряем при этом суть происходящих процессов. Я, пожалуй, не буду на эту тему, я уже сильно отвлекся от своего изложения. я, пожалуй, вот, что сделаю. Кому интересно, или у меня останется время, я вернусь еще к вопросу о размерностях, а сейчас перейду, пожалуй, к другому. Вернемся к оценке 5. Размерность ε0 показывает, что в законе Кулона между двумя электрическими зарядами имеется некая среда, которая влияет на величину взаимодействия этих зарядов. Некоторые называют эту среду эфиром, некоторые физическим вакуумом. Мы в дальнейшем будем пользоваться термином эфир, оговорив, что наш эфир не обязательно совпадает с представлениями ученых 19 века, хотя и не исключаем некоторых качественных совпадений, например, с эфиром Максвелла. Оценка 5 показывает, что это исключительно плотная среда. Ну, 10 в 8 это почти миллиард в одном кубическом метре. Так что напомним. Часто приходится слышать, что такая плотность противоречит возможности для планет свободно двигаться. Где бы я не рассказывал эти вещи, первый вопрос был, а как же у тебя планеты двигаются? Напомню, что движению препятствует не плотность среды, а ее вязкость. И не динамическая ньютоновая вязкость, а именно кинематическая вязкость, как раз обратная плотность среды. Так что большая величина 5 на качественном уровне свидетельствует в пользу свободы движения в космосе. «Если бы ночной зефир струил эфир, ну, как писал Пушкин, сквозь такой эфир до нас бы не дошел не только свет далеких галактик, но и свет Солнца. Однако можем ли мы от качественных оценок вязкости перейти к количественным? Да, можем. И для этого нам не нужно ставить эксперименты. Они давно поставлены. Просто нужная нам величина долгое время скрывалась под ником «импеданс». Импеданс имеет размерность кинематической вязкости, умноженной на 1 ампер. В механических размерностях имеем формулу 17. В механических размерностях имеем формулу 17. Ну, умножив на величину ампера, ну, формулу 3 не буду возвращаться, получим кинематическую вязкость эфира. ню равное 8 и 5 на 10 в минус 8. Вязкость эфира в минус 8. Метр квадрат на секунду в радиан. Опять радиан появился к обычному нашему пониманию вязкости. Мы можем сказать, что это вязкость, приходящаяся на 1 радиан поворота. Ну, или это же самое, 376 вольт. Ну, динамическую вязкость мы получим просто, домножим это на на плотность эфира. Так что она, динамическая вязкость эфира, она довольно близка к тем представлениям, которые у нас есть в обычной жизни. Ну, я вообще думаю, что 17 и 18 это просто некая другая ипостась постоянной Хаббла. Она показывает, показывает, вязкость показывает, так сказать, сколько на каждом метре отбирается от энергии фотона, который движется к нам из этого самого. И, видимо, постоянная Хаббла именно это и показывает. Я не буду спорить с теми, которые там по-другому это говорят. На мой взгляд, ну, в общем, если подумать, то из 17 и 18 мы получим получим постоянную Хаббла. Напомню, что там ныне она измеряется секунд в минус первую степень, по-моему, да? Так. Перечислен теперь термодинамические характеристики эфира, полученные просто в третьей главе монографии моей. Введя механические размерности для понятия температуры, мы можем сформулировать полевой взгляд на термодинамику, а, соответственно, и получить термодинамические характеристики эфира, понять термодинамический смысл некоторых уже известных константов. Только что мы поняли, что эфир – это нечто исключительно плотное и упругое. Однако, в промежутке от 2,7 кельвина до примерно 6 миллиардов градусов кельвинов эфир – это идеальный газ. Вот такая плотная среда, она является идеальным газом. Выше 6 миллиардов кельвинов начинается некоторая неизвестная нам область, возможно, там меняется зависимость энтропии от температуры. Температура 2,7 кельвина ныне связывается с реликтовым излучением. С термодинамической точки зрения это температура перехода эфира в жидкую фазу. В эпсилонокрестности температурного нуля эфир приобретает свойства твердого тела. Ну, сегодня я не буду упоминать другую работу, которую я планировал докладывать вместо этой. Там я обобщаю формулу Фурье для электродинамической. Значит, я просто добавлю результаты той статьи. Значит, это термодинамический равновесное тело при температуре возможно близкой, а возможно и просто равной нулю. При постоянной энтропии, а вот структура этого эфира я постараюсь вот сейчас сказать, ну, используя уже понятие второй константы планка. Значит, характеристики термодинамического поля оказываются связанными с характеристиками электрического поля. Упомяну о следующем. На заседании Академии наук в Берлине 18 мая 1899 года Макс Планк сделал доклад о необратимых процессах излучения, в котором указал на существование двух новых универсальных констант, которую он назвал А и Б. Константа А ныне носит его имя и рассматривается в полевой термодинамике как заряд электрического поля. Точнее, зарядом является величина 21. Сейчас я ее постараюсь найти. да, я еще давайте я на пол шага вернусь. Я, говоря об эфире, не упомянул еще об одной вещи. Скорость света очень велика, и, следовательно, эфир должен быть очень упругим. Ну, или что то же самое малосжимаемым, сверхмалосжимаемым. Так вот, степень сжимаемости дает нам формула 20. Посмотрите, это просто константа магнитного поля, магнитная константа. Я просто говорю, результаты полученные не как-то научно-экспериментально, а полученные просто в результаты того, что мы измеряем не в кулонах и не в амперах, а измеряем в механических размерностях. Мы сразу получаем физический смысл, констант, который нам всем вроде бы давно известен. И теперь возвращаюсь вот к докладу Планка о константах А и Б, который он назвал. Константа А ныне носит его имя и является зарядом термодинамического поля формула 21. Точнее, значит, это его константа, но приходящаяся на 1 радиан. Формула 21. 1. Отношение констант Планка формула 22 ныне носит имя Больцмана и совпадает с нашим понятием электрического заряда 1. Если хотите, я, пожалуй, все же... Надо вернуться к понятию за 1, а? Продолжаем. Сколько-то, кстати, сколько мне осталось? Так. Все. Значит, константа Б на А это константа Больцмана и она совпадает с нашим понятием электрического заряда, а сама константа Б имеет размерность 23 константа, размерность килограмм квадрат, метр квадрат разделить на секунду в квадрате, то есть квадрата некоторого импульса. Значит, в дальнейшем я хотел показать, что это квадрат двух импульсов электрона. Значит, у электрона, как я сказал, как бы две скорости, одна по малой окружности и другая по большой. Так вот, корень квадратный из вот этой величины 23, она дает нам вот эти два импульса. Главное, что она дает нам еще, вот эта константа вторая планка, она может быть направлена по радиусу и тогда она элементарную частицу удерживает. ее форму. Или она может быть против радиуса, это она разрушает. В электроне она направлена по радиусу, поэтому электрон постоянная частица. у позитрона она направлена от центра, поэтому позитрон сразу разваливается, как только выпадает из эфира. Перелистаю все это еще раз дальше. да. Все таки. Ладно. Пять минут свои использую. За последние годы накапливается все больше фактов, свидетельствующих пользу того, что эфир один состоит из электронов и пар электрон-позитрон. В пользу последнего предположения говорит тот факт, что элементы свободного эфира появляются в эксперименте парами электрон-позитрон. В любом случае создающие эфир электроны или их пара должны быть незаряженными. Попробуем оценить, сколько таких незаряженных электронов может поместиться в одном кубическом метре, плотно, но не мешая друг другу. В начале найдем минимальный параллелепипед, объемящий электрон. Так, 33. Что такое? Не туда опять. Вот этот параллелепипед. Ну, это я просто описываю объем электрона. Ну, в общем, получим, что объем параллелепипеда, содержащего один электрон, дается формулой 34. Разделив кубический, значит, это где-то вот объем 10-37 скепень. Разделив кубический метр на В, найдем количество электронов, которые могут разместиться в одном кубическом метре, но не мешая друг другу. формула 35. 10 в 36 степени. Разделив ее на массу, значит, но мы помним, что у нас есть формула 5, которая дает нам массу одного кубического метра эфира, это постоянная электрическая постоянная 10 в 8 разделив ее массу на массу электрона, получим реальное количество электронов в одном кубическом метре эфира. Формула 36. Значит, почти на два порядка электронов, ну, или пар электрон-позитрон в одном кубическом метре больше, чем могут уместиться свободно электрон-позитрон. Вот важный вывод. Формула 37. В 98 там с лишним раз электронов в реальном эфире больше, чем они могут уместиться в эфире. Так. Это значит, что частицы эфира сдавлены и упакованы очень плотно. В каких плоскостях? Размерность 37 говорит нам, что в двух плоскостях вращения частиц эфира 2, создающего эфир 1, происходит свободно. В двух плоскостях вращается малая окружность тора. Так что давление сказывается только в одной плоскости. Это плоскость, в которой лежат большие окружности торов. Итак, частицы эфира 1 не только появляются парами, но они и в эфире должны быть расположены попарно. Если закон притяжения кулона является причиной сжатия эфира 1 в 98 раз в электрической плоскости, то оценка 35 7 говорит нам, с какого расстояния силы упругости начинают преодолевать силы кулона. Итак, силы кулона сжимают эфир, электрон и позитрон, но с какого-то момента они не могут преодолеть встречное сопротивление. Это сопротивление дается формулой 38. Посмотрите, 3,9 на 10 в минус 14 степени. Это как раз то, что мы экспериментально называем радиусом действия ядерных сил. Ну, тысяча и одна ночь сказанное было, что прекратить я вынужден дозволенные речи прекратить. Это уже на круглый стол Ярослав Рыбушевский. Да, если это интересно, можно посидеть на круглом столе, посидеть и поговорить об этом. Так, спасибо за внимание. Мы предусматривали возможность вопроса, но она к сожалению я съел свое время отступления. Да.